Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Конфликт Стаса Дегтяренко и Захара Соленко продолжается. Теперь возмущена поведением Захара мама спортсмена Дегтяренко, написавшая гневное сообщение обидчику сына. У Юлии Ефременковой новая подруга на поляне Дома 2. Теперь она называет любимой люленцией Юлиану Богомолову. Катя Жужа уже приступила к съемкам на Сейшельских островах, тепло попрощавшись с Ольгой Орловой и ее стилистами. Она намерена пробыть на острове любви чуть больше месяца. Ольга Орлова по возвращению в Томицу продолжит работу над клипом, часть которого сняли на Сейшелах и будет все-таки вести ток-шоу на телепроекте. В голосовании за возвращение на поляну Дома 2 лидирует Александра Черно, в отправке на остров любви Майя Донцова, а в номинации на выгон Мария Кохно, за которой следом идет Ирина Донцова. Иван Барзиков и Лиза Полыгалова намекают, что вернулись на телепроект. Однако скорее всего их просто пригласили на съемки ток-шоу «Островной тематики». Марину Африкантову обвиняют в том, что она уже полтора месяца не строит отношений. Марина ответила, очень странная позиция у коллектива, так как я полтора года была в серьезных отношениях и имею право на отдых. Понятное дело, что я буду выбирать себе мужчину более тщательно, а не строить с первым попавшимся. Тем более Никита и Ваня, которые ко мне пришли, мне не по душе. Видимо, парня придется искать самой, а не ждать прихода. Интересная новость с сайта шлок. Мария Кохно после операции по увеличению груди постепенно вливается в график Дома 2. Болезненных ощущений девушка практически не испытывает. Грудь как своя, пишет Маша, а главное не переборщила с размером. В последнее время служебные романы стали очень популярны и вслед за шеф-редактором журнала Дом 2 еще одна сотрудница телестройки потеряла голову от участника. Речь идет об Анастасии, редакторе телепроекта и Иване. Говорят, Ваня постоянно переписывается с Настей, по сто раз в день бегает в аппаратную, чтобы пообщаться с возлюбленной и использует любую возможность, чтобы остаться с ней наедине. К чему приведет этот роман, пока неизвестно, потому что Настя, судя по всему, не собирается покидать место редактора. Хотя осудить пока рано. Если у вас есть предположения, чем завершится эта любовная история, оставляйте свои комментарии! Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok